Окей, всем привет! Давайте запишем такое видео, которое мне во всяком случае очень надо, потому что я вроде такие видео раньше записывал или что-то я делал, но вот сейчас, когда возникла необходимость, что-то я, как всегда, ничего дойти не смог у себя же. В чем момент? В том, что периодически кто-нибудь пишет или из друзей, или кто-то из знакомых и так далее с примерно вот такими вот вопросами, что типа, чувак, мне интересно рисование, мне интересно геймдев, что-нибудь, этот вопрос по-разному формулируется, мы сейчас немножко про это поговорим дальше. Типа, что вообще, как делать, как начать, куда идти, куда смотреть, как это работает и так далее, и мне приходится в моменте все вспоминать заново и записывать кучу голосовых сообщений, ведь что самое плохое для меня, это текстом писать, я это терпеть не могу делать, если честно. Вот, поэтому я решил записать видео большое, такое, где все вот эту информацию как-то постараться в кучу собрать, какими-то снабдить, если нужно, примерами и в будущем это видео, собственно, посылать, поэтому если вы такой человек, то я вас приветствую и рад, что вам могу вот так вот это все комплексно рассказать, надеюсь, это будет полезно. Ну и также в рамках своих субботних вот этих выпусков тоже, я думаю, пусть это здесь будет, мы с вами делали несколько недель подряд демо, хочу эти демо разбавлять периодически еще и какими-то такими информационными вещами, мне кажется, это будет хороший ритм. Надо мной стандартная плашка, это видео напрямую не относится к курсу построения формы, к моему каналу оно, конечно же, напрямую относится, да, потому что это все там будет публиковаться и там я все пишу и вообще, если вам интересен я, то welcome туда, чтобы быть на связи, потому что туда я пишу в первую очередь, иногда даже больше того, того, что нужно, вот. Вот, но тем не менее, курс я здесь тоже свой оставляю, пусть это наше будет, ну, классическая плашка, красивая в конце концов. Вроде все, с чего я хотел начать, давайте пойдем по плану, я тут постарался составить такой план Чевский, чтобы мы по нему шли, чтобы мыслями, с одной стороны, я не уходил никуда, с другой стороны, рассказал все, что могу. Окей, вопрос формулируется примерно так, то есть я, человек, который пишет или звонит, да, или его знакомый, или друг, или родственник, или еще кто-то, интересуется рисованием, может он уже рисует, может он только начинает рисовать, ну, что-то пробовал так для себя, да, какие-то мелочи, но там он не в геймдере на полную. Хочет рисовать профессионально, то есть тут есть отличие, я здесь написал вариации этого вопроса, потому что еще есть вариации, которые я в данном видео рассматривать напрямую не хочу, есть еще вариация, когда человеку просто интересно рисование для себя, то есть он не хочет работать в этой сфере, не хочет ни в какой геймдев, это немножко другая история, здесь мы поговорим о том человеке, кто прям, да, я хочу как бы вот именно сделать это своей, ну, как бы рабочей деятельностью в ближайшем будущем, или в каком-то ином будущем. Ну, и, собственно, вопрос как-то вот такой, да, что дальше делать, с чего начать, куда идти, куда учиться, что для этого нужно и так далее и тому подобное. Здесь сразу же вариации этого вопроса, которые тоже, ну, реже, но у меня все-таки спрашивали, реже, потому что я все-таки коммерческий иллюстратор в первую очередь, и про другие, ну, сферы, допустим, с детьми, например, не работаю, я ни в каких выставках не участвую, поэтому с остальными такими вот вещами ко мне реже обращаются, я, в принципе, этому рад даже. Вот, то есть, первый, еще одна вариация вопроса, это когда ребенок там либо интересуется рисованием, либо родители хотят, чтобы он как-то в рисование пошел. Вот эта вся схема, если у вас такая ситуация, вы каким-то образом смотрите это видео, эта схема, конечно, будет для вас, возможно, какую-то информативность иметь, но все-таки с детьми, я думаю, и уверен, другой вайб, другие подход к обучению должен быть и так далее и тому подобное. То есть, как минимум, мой курс по строению формы, туда, я знаю, что был один случай, когда, ну, ребенок с мамой проходили этот курс, ну, ребенок, он относительно, по-моему, там лет 10 уже было, ну, не знаю, то есть, я этот курс 100% не позиционирую как курс для детей, большинство, ну, вот я в конце вам скажу про курсы, про школы, там тоже это в первую очередь ориентировано на людей, наверное, ну, 18+, 20+, то есть, когда уже человек усидчивый, когда с ним можно говорить таким, как бы, терминологическим языком и прочее. Также вариация вопроса, это когда человеку интересно рисование как хобби, то есть, у него есть своя работа, и он просто, ну, нравится ему, и он по какой-то причине хочет еще повысить свои навыки. Почему я так говорю про это? Потому что часто, когда рисуешь для себя, у тебя, ну, как бы, может и не быть какой-то системы обучения, как таковой, ты можешь просто плавать вот в океане творчества, и вот куда несет, туда несет. Вот сегодня хочу гуашью, завтра хочу, не знаю, мозаик, и послезавтра вообще еще чем-нибудь, то есть, там не обязательно как-то всерьез учиться этому, но некоторые люди все-таки хотят даже в рамках собственного хобби развиваться более систематично, поэтому, ну, для вас тоже что-то здесь, вот эта вторая часть, она будет для вас иметь какую-то пользу, но тем не менее. И еще одна вариация, ну, такие люди ко мне вообще мало обращаются, но тем не менее, с ними все равно пересекаюсь так иногда, очень редко. Это люди более классического, скажем так, толка, когда, ну, есть вообще классическое вот это понимание рисования, когда ты рисуешь картину, когда ты выставляешься на выставках, когда у тебя есть вот там холсты и прочее, прочее. Это свой мир, он тоже связан с навыком рисования, но рисование, оно, это единый навык, единое, как бы, слово, но оно, в моем понимании, очень четко делится на коммерческую составляющую, современную, особенно, которая включает в себя все вот эти 3D и все остальное. И, ну, в английском это называется fine art, ну, это устоявшийся термин, в русском языке я не уверен, какой здесь привести, но традиционное рисование, ну, это вот, это вот своя очень сфера, то есть со своим прям мышлением, правилами, вайбом, атмосферой и прочим. Поэтому, ну, вот для этого я точно не уверен, что это видео будет полезно, и я, в принципе, буду полезен. Я говорить буду про все ниже извержаемое, вот, с позиции своей колокольни и собственного опыта. Это, как бы, не столько какой-то прям дисклеймер, что, типа, не судите строго, а с позиции, что смотрите и другие мнения тоже, потому что у каждого художника, особенно в СНГ, у него очень уникальный путь. Если за рубежом, насколько я понимаю, люди могут там в Америке проходить примерно по одной и той же схеме, то есть ты идешь куда-нибудь в арт-центр, это у них очень крупное такое учебное заведение, учишься там, потом ты там поступаешь на работу в какую-нибудь компанию и работаешь там, не знаю сколько, очень много там, потом в другую компанию идешь. То в СНГ людям, кому сейчас вот 30 и плюс-минус, у нас нет никакого устоявшейся системы образования, и у нас вот прям у каждого свой путь и кто на что гораст, и у каждого человека хочет свой уникальный опыт. Поэтому, собственно, я вот в дальнейшем приведу этот разговор к тому, что сделайте ресерч. И сделайте ресерч в этом контексте тоже, то есть не только там на меня, да, сейчас послушайте и скажите, я все понял, а еще и слушайте максимум интервью, вообще общайтесь с другими людьми тоже, их опыт, их кругозор, то есть что они по той или иной теме скажут. То есть если вы вот только первое видео смотрите мое, то можете использовать это как общий скелет, да, то есть что есть какие-то вот, что есть, здесь я, например, буду говорить про то, где можно работать в индустрии, здесь я буду говорить, из чего состоит художник, то есть какие навыки нужны, здесь я буду говорить о том, какие там программы нужны, а здесь я буду говорить, какие школы есть. Вот по этим же как бы вот этим блокам вы можете, грубо говоря, опрашивать и других людей, и получать, ну, другой набор информации, сравнивать и получать, конечно, более полную картину мира. Окей, то есть это такой небольшой тоже важный заметок. Первое, сразу, сразу еще несколько важных заметок сходу, которые прям 100% нужно сказать. Первое, мы тут говорим про важный момент, что мы говорим про человека, который интересуется рисованием с позиции дальнейшего заработка. Я сразу скажу, что вообще заработок это нормальная история, то есть где-то я здесь это написал, хочу зарабатывать, ну да, вот здесь я в самом начале это написал, да, что вообще как бы заработок в, ну, и в русскоязычной традиции, не только в русскоязычной, особенно вот в том, что связано с творчеством, музыкой, рисованием и так далее, если человек начинает говорить про заработок, про деньги, это такая как бы тема скользкая, то есть все в итоге работают, все зарабатывают деньги, все понимают, что деньги нужны для жизнедеятельности, и все хотят зарабатывать больше, ну, как бы в здравом уме, мне кажется, но все равно как бы не принято вроде как об этом сразу говорить. Ну, если вы живете в русскоязычном мире, то вы понимаете о чем я, ну, опять же, я не только русскоязычный в любом мире, наверное, я просто в других не жил, вот, но вот здесь как-то это все так, но при этом, ну, особенно так, когда в рисовании начинаешь учиться и сразу как-то сходу говоришь, а сколько там зарплаты, например, сразу как-то, ну, типа, ну, непонятно начинается разговор, но я скажу сразу, что это нормальная постановка вопроса, особенно, опять же, если вам 18+, 20+, потому что перед вами жизнь, перед вами ваши потребности, перед вами ваша семья и так далее и тому подобное, и нужно там и себе, и близким объяснить, что вообще дальше будет, как бы, с зарплатой, грубо говоря, поэтому, ну, это нормальная постановка вопроса. Другое дело, что иногда эта постановка вопроса, она, ну, в ключе вот последних лет, сейчас это как-то меньше, но вот, например, в 19-м, 20-м, 21-м году, я помню, в моей ленте ВКонтакте было очень много вот этой вот рекламы контекстной, которая там появляется, я ее очень люблю, потому что она такая прикольная достаточно, там было очень много вот этого всего, что, типа, хочешь дополнительный легкий заработок, там, час вечером делать модели, или, ну, делать модели бог с ним, это, как я скажу дальше, еще похоже немножко на правду, а, например, там, рисование в геймдеве, очень легкий заработок, помимо, там, основной работы, это полная ерунда, то есть рисование, как способ вот дополнительного заработка, а-ля потрачу полчаса после основной работы, ну, это, я в жизни с таким не сталкиваюсь, скорее всего наоборот, то есть ты в итоге в геймдеве, в рисовании можешь прийти к высоким заработкам и так далее, но это очень огромное трудовложение для этого нужно, и самое главное, это огромное время для этого нужно, как я скажу дальше, ну, 3-5 лет для выхода именно в рисовании на коммерчески нормальный стабильный уровень, поэтому, если вдруг вы каким-то образом это видео смотрите вот с таким вот посылом, что, типа, ну, я рисование не очень люблю, но прикольно бы чего-нибудь, какую-нибудь там штучку, дополнительный заработок найти, то, блин, ну, рисование это вообще прям не самая первая штука, которым что-то даст, вот, для этого все-таки нужно как-то любить это все, иметь интерес и желание очень много времени проводить, вот, ну, и второе, что я уже не раз сказал, это что рисование и выход на какой-то, ну, даже и стабильный коммерческий уровень, и, что самое главное, на стабильный, ну, профессиональный уровень, чтобы стабильно что-то выдавать, результат, который будет нравиться тебе, нравится людям, понятен тебе, понятен людям, это прям очень долгая история, то есть нарисование, ну, сейчас как-то уже меньше, но вот тоже в те годы как-то был такой вот посыл, ну, это опять понятно, что это рекламный посыл, вот этот весь сммский, но было какое-то такое, что этому можно научиться, там, ну, за две недели можно научиться рисовать за полгода, это полная ерунда, то есть рисование именно, ну, для себя, конечно, можешь цветочек научиться рисовать там за неделю, но именно чтобы работать в этой сфере, в рекламной иллюстрации, в коммерческой иллюстрации, в геймдеве, я скажу, что 3-5 лет нужно, причем 3 года это скорее фантастика, то есть 5 лет это что-то более похожее на правду, но тут опять же очень все зависит от системы обучения, то есть можно 10 лет рисовать, я не знаю, кубики карандашом, и абсолютно ничего не уметь рисовать своего, можно за 3 года, особенно, собрать какую-то волшебную, крутую программу обучения, выделить огромное количество времени и выйти, ну, все, то есть через 3 года куда-то устроиться, но я сразу скажу, что я даже в теории пока не представляю, как это сделать, то есть, ну, 5 лет для меня более звучит реалистично, потому что моя история примерно так же устроена, если вам она интересна, вы можете у меня на сайте vityvlev.ru, я его скоро обновлю, там будет более просто найти, там есть целая прям большая лонгрид про мой путь, и там, ну, что-то похоже вот на то же самое, то есть примерно, ну, у меня даже больше 5 лет ушло, но это потому что я еще до этого занимался просто как бы свободным творчеством, скажем так, и только учиться начал в середине своего пути, вот, до этого, да, до выхода на коммерческий плюс-минус вот этот стабильный уровень, вы можете, конечно, что-то зарабатывать на рисовании, то есть условно, если вы позанимаетесь рисованием месяц, вы тоже можете какой-нибудь там рэп или роп-группе нарисовать какой-нибудь логотип или кавер, опять же, я это говорю, потому что я это тоже делал, то есть когда я там только начал рисовать, то есть плюс уже у меня какие-то там мини-заказы практически сразу начались, но там, ну, и деньги такие, не очень большие, как правило, конечно, и это все очень нестабильно, вот, поэтому здесь тоже такой важный момент, я тут ставлю звездочку, потому что вот эти звездочки, они тут дальше нам будут встречаться, они у меня потом сведутся в ответ на вопрос, что делать-то в итоге, вот, имеет смысл посмотреть смежные вещи, потому что вот это прям 100%, я с этим сталкиваюсь и не раз, люди, кто начинал заниматься рисованием, ко мне в том числе приходил учиться куда-то, они в итоге уходили в смежные области, уходили по разным причинам, кому-то эти смежные области начинали нравиться просто больше, ну, то есть они такие, я хочу сначала рисовать, ну, они приходили, типа, с посылом, я хочу учиться рисовать, там, стать художником-иллюстратором, но в итоге они там занимаются, начинали, например, там, 3D или разработкой материалов в 3D, очень узкой области, или там какой-нибудь анимацией, или еще чем-нибудь, татуировкой в том числе, вот, то есть с одной стороны, потому что им это больше начинало нравится, с другой стороны, потому что это быстрее выводило на коммерческий уровень, ну, тут причины связаны, тут нету какого-то большого диссонанса в этом плане, и я скажу, что в многих этих сферах, вот, например, в 3D, в моушене, там гораздо быстрее можно выйти на стабильный коммерческий уровень, то есть уже, ну, на какую-то, грубо говоря, зарплату и так далее, по одной простой, но неочевидной для начинающих причине, потому что если мы говорим о художнике в геймдеве, и там еще где-то, вот, именно, вот, человек, кто рисует и вот этим там работает, то там ты должен, как бы, ну, авторский вижен свой иметь, то есть ты должен сам, грубо говоря, разрабатывать дизайн, это иллюстрации, концепта, чего угодно, и сам же, как бы, его и реализовывать, как правило, то есть у тебя должен быть и дизайнерский вкусовой навык эстетический, и техническая тоже часть наработана. А в 3D и в Motion, и еще, может быть, где-то я оперирую этими терминами, просто потому что я не то, чтобы сильно вдавался, как бы, в исследование смежных отраслей, просто вот из своего опыта, сколько я живу, столько вот я вот это все где-то вокруг меня крутится. Там в этом плане немножко попроще, потому что если ты 3D-шник, ты можешь набить технический навык, то есть ты можешь очень круто разбираться в технической стороне изготовления 3D-моделей или 3D-анимации или еще чего-нибудь, но ты можешь абсолютно не знать, как это, как бы, красивый концерт. То есть тебе уже пришлют эскиз или пришлют дизайн, и скажут, сделай это с технической точки, то есть реализуй это в 3D без каких-то там дизайнерских привнесений, либо там, например, сделай эту модель красивой. То есть вот грязная модель, кривая, да, ее там художник сделал, вот ее надо сделать красиво. И это очень, это может прозвучать, что это какая-то фигня, да, что это там человек вот этот, он поберушками занимается. На самом деле это очень ценные люди, это огромный навык, например, я как художник, я могу сделать 3D-модель какую-то, но она будет абсолютно непригодна для коммерческого там какого-то использования дальнейшего. Поэтому это просто существует, и это очень важно мне для вас обрисовать, потому что очень большая вероятность может быть, что, ну, вам понравится, например, 3D, и опять же такие примеры у меня есть, людям нравится 3D, они не умеют сами делать клевые там картинки, но они очень крутые 3D-шники, и все у них как бы нормально, долгое время живут и прекрасно себя чувствуют. Вот это я действительно видел, и это вот звездочка, очень важный момент, который мы, опять же, потом еще упомянем. Дальше. Рисовать для кого-то это очень специфическая штука. Ну, это такой как бы момент, который, ну, давайте про него тоже поговорим. То есть, действительно, люди, кто, ну, кто начинает, если вы, например, вообще только вот вообще не рисовали ничего, только начинаете и так далее, это для вас может быть менее актуально, это более актуально, если вы уже что-то рисуете, если вы, там, любите рисовать, долгое время для себя какие-то иллюстрации рисуете и так далее. И вот у этих людей иногда происходит очень жесткое столкновение с коммерческим рисованием в двух аспектах. Первый в аспекте, ну, того, что ты рисуешь, и второй в аспекте того, как ты это делаешь. То есть, что ты рисуешь, это более понятно. То есть, ты, например, тебе нравится рисовать, там, зеленые машинки, или тебе нравится рисовать эльфов, или тебе нарисовать нравится просто каких-нибудь анимешных персонажиков в профиль, там, что-нибудь такое. Обычно люди, кто начинает рисовать, заниматься рисованием, и, там, некоторым временем занимаются для себя, у них обычно вот есть какой-то очень маленький спектр того, что они делают. У меня это, например, были такие полусумасшедшие персонажи всякие, когда я вот начинал до осознанного как бы погружения в обучение, я вот рисовал только персонажиков и все остальное для меня большой стресс представляло, то есть буквально мне что-нибудь говорили, какой-то заказ прилетал, нужно было что-то другое нарисовать, я просто там ужасные муки использовал. Вот, а в коммерческом рисовании, ну, от тебя будут ждать всего, скорее всего, и, ну, часто просто будет клиенту, у которого будут хотелки, то есть не будет такого, что ты пришел, такой вышел на рынок с каким-то своим очень жестким виженом и все к тебе побежали деньги как бы давать. Такое бывает, но для этого нужно, ну, определенным суперстар стать, то есть это, конечно, ну, не тот вариант, которому стоит сначала стремиться, это скорее такое просто, ну, соотношение звезд на небе. Вот, поэтому если мы идем в коммерческое рисование, то нужно, ну, как бы любить клиента и любить работать с клиентом. Тут как бы есть крайности, ну, не крайности, тут есть крайность, когда человек, вот художник, он прям суперсвоенравный, ну, это на самом деле избитая, извечная история взаимоотношений действительно художника и клиента, когда, там, с клиентами общаешься или с какими-нибудь, там, кто в студиях, там, директора и так далее, они говорят, нам пришел художник, с ним вообще невозможно, он только свое рисует, он никого не слушает и мы его уволили. То есть это, ну, а что делать еще, да, как с ним работать? Вот, я, например, являюсь некоторой даже другой крайностью, потому что мне ужасно нравится работать с клиентом, то есть я для себя вообще не очень люблю что-то рисовать, то есть если мне есть свободное время, я не буду заниматься рисованием, я пойду чем-то другим заниматься, у меня куча интересов, а вот когда у меня появляются задачи и клиент, мне вот, я с этим в своей жизни долго, ну, не понимал, что делать, потому что вот в художественной среде обычно принято, ну, любить что-то свое рисовать, а клиентские заказы, это как бы, ну, что-то такое. Ну, опять же, это более старое, когда я формировался, там, лет 10 назад, сейчас уже с этим, наверное, проще, но все равно, то есть со временем я пришел к тому, что это нормально, то есть мне вот нравится работать с задачей, мне нравится работать с клиентом. Ну, и это я рассказываю вам просто для того, чтобы, потому что вот эта крайность, она достаточно часто встречается, а вот моя, например, крайность, она не так часто встречается, но она есть, поэтому вы можете тоже для себя занимать какую-то позицию плюс-минус посередине, ну, и просто быть готовым к вот этой всей ситуации, то, что придется немножко, ну, как бы, повзаимодействовать с клиентом, послушать его и так далее. Так и в плане контроля процесса и скорости тоже важно к этому быть готовым, потому что художники, которые сами начинают учиться и сами учатся, они, как правило, процесс не очень контролируют, то есть у них даже, если посмотреть на процессах рисования, они рисуют обычно так, они что-то порисовали вот так вот, потом стерли это все, потом еще порисовали, то есть это такой, как бы, выстрелы наугад получаются, то есть мы что-то порисовали, посмотрели, не получилось, стерли, Получили, там, порисовали, получили, стерли То есть это очень, очень долгий, очень выматывающий процесс рисования Я так скажу, что после адекватного обучения, ну, долгого и сложного и так далее Вот у меня этот процесс рисования превратился в то, что я сразу делаю то, что я хочу Это не значит, что я знаю, что я хочу, да, я могу искать дизайн Но если мне нужно нарисовать домик, я просто беру и сразу рисую домик в нужном мне ракурсе С нужными мне деталями и так далее То есть это то же самое, как, ну, говорить на языке Я буду с языком несколько раз сравнивать в этом видео, проводить сравнение Вот то же самое с языком, да, то есть когда вы, ну, хотите на английском работать, я не знаю, чем-нибудь Вы должны нормально владеть этим языком Вы не должны каждую секунду бегать в словарь, там, сверяться, как там будет кошка по-английски Вот то же самое с рисованием То есть когда вы, или если вы хотите на нормальный коммерческий уровень Вы должны также нормально свой процесс контролировать Как с технической, так и с концептуальной точки зрения Ну, с технической имеется в виду, вы должны знать кнопки программ А с концептуальной вы должны понимать, там, как строится форма, что такое перспектива Почему светотень именно так должна быть наложена и прочее Вот, это три таких важных момента Второй момент, ну, точнее, второй такой комплекс, вопрос, да, который у человека может возникнуть Это где вообще в рисовании зарабатывают То есть он такой, окей, я это все понял, то, что ты сейчас мне наговорил А все-таки, где, чем, как там вообще, куда, где люди зарабатывают Рисование — это просто навык То есть это такой же навык, как, я не знаю, ну, руки, ноги у нас есть с вами, да Если они у нас есть, то мы можем этими руками и ногами разные вещи делать Очень разные вещи Это просто навык, да, руками что-то делать Вот с рисованием похожая история Это не самая лучшая аналогия, но просто я хочу ее провести Потому что действительно, ну, пути в этом плане Господни тут могут быть неисповедимы И люди чем только не занимаются, умея рисовать Поэтому сложно здесь какой-то прямо такой вот, ну, список вам возможностей, да И контор, куда можно устроиться, выложить Но я просто сейчас представлю такую схему, которая, ну, вокруг меня вот где-то она крутилась Я чем-то из этого занимался, кто-то рядом чем-то из этого занимался и так далее Но здесь нужно сказать, что рисование — это навык, но этот навык расширяемый аддонами То есть аддоны — такой термин, да, компьютерный Когда у вас есть какая-то условная программа, она имеет какие-то функции выполнять Какой-то функционал имеет И к ней можно подключать такие вот расширения функционала этой программы Вот рисование похоже на это То есть рисование, ну, вот мы ниже это посмотрим Там тоже есть понимание такой core skill, да, то есть фундаментальный навык То есть это вот, ну, рисование, вот как оно есть То есть как вот взяли бумагу, нарисовали, не знаю, собаку или там домик Это вот классическое рисование Вот к этому классическому рисованию вы можете подключить аддоны То есть вы можете изучить анимацию, вы можете изучить 3D Вы можете изучить нейросети, вы можете изучить движок, еще что-нибудь да массу научиться акварели научиться рисовать эту собаку и вот чем вы больше сюда аддонов на подключаете тем больше для вас спектр и работ открывается да потому что если вы только умеете рисовать собаку на листе бумаги вы найдете своего клиента но это будет не сразу этот клиент будет редак и там не знаю может быть даже это и денег то будет много но как бы сами понимаете то есть это все-таки сейчас не самое востребовано с другой стороны если умеете делать 3d модель собаки и не только собаки то еще и карандашом и рисовать больше вряд ли если умеете анимировать это совоку еще больше вероятности поэтому ну тут тут еще вопрос поднимается о за точности под что-то одно или под вот такой мульти задачности да ну как всегда ответа посередине то есть если вы только собаку карандаша умеете рисовать это плохо но если вы все на свете умеете делать но ничего из этого хорошо не умеете делать это тоже плохо да поэтому ну вот отсюда начинаем и идем вот до той степени до куда вам надо. То есть кто-то реально, ну, я знаю людей, которые там, они рисовать умеют, и еще куча всего умеют. Они анимировать круто умеют, и все остальное. А кто-то останавливается, вот, рисовать они собаку умеют карандашом и на компьютере. И все. И тоже у них жизнь хорошая. Но тут просто вот начинаем постепенно идти, идем до туда, докуда комфортно. Ну, просто вот знаем про вот эту концепцию. Вот. Начинается обычно путь художника с того, что я называю разноплановой, случайной, мелкорозничной иллюстрацией. Тут вот реально пути Господни неисповедимы. То есть ты, я, например, начинаю заниматься рисованием, интересуюсь этим, рассказываю про это, показываю всем картинки. Это важный навык, ну, как бы не навык, а момент. Потому что если вы будете рисовать и никому про это ничего не говорите, вот с этой вот историей, что да рано еще, да никому я не хочу показывать, стыдно показывать, ничего не произойдет. Нужно показывать вот с первого дня, все, что рисуете, всем на свете показывать. То, что это нормальное хобби, это очень хорошее хобби. Люди занимаются очень плохими вещами и рассказывают об этом всем подряд. Да, рисование, хорошая вещь. То есть это достойно того, чтобы люди вокруг вас знали. И вот, когда люди начинают про это знать, они, скорее всего, у вас рано или поздно что-то попросят нарисовать. Они попросят вас нарисовать портрет друга, портрет той же собаки какой-нибудь, открытку кому-нибудь, логотип кому-нибудь, обложку кому-нибудь. Вот у меня это так началось и много у кого, насколько я знаю, это тоже так начиналось. То есть это, говорю, это случайные вещи, случайные заказы. Где-то это бесплатно, где-то там за пиво, где-то это за какие-то деньги небольшие, где-то это может даже за большие деньги. Но это вот такая вот история, которая уже, что самое главное, она дает опыт работы с клиентом. Ну, с клиентом плюс-минус лояльным, если это ваш друг. Или наоборот с каким-нибудь дурным, если это какой-то непонятный человек. Тоже бывают такие. Но это хороший этап. Дальше начинается ну, тут вот прям моя призма, потому что тут явно пообщайтесь с людьми, они вам еще больше всего расскажут. Но вот такой вот ветка возможностей, скажем так. То есть первое, это то, что называется, ну, скажем так прокачанная версия вот этой разноплановой случайной иллюстрации. То есть это когда художник занимается-занимается этой иллюстрацией, рассказывает-рассказывает про себя, у него навык повышается-повышается, у него клиентов просто становится больше, они становятся более интересными и профессиональными. То есть если здесь просто какие-то случайные люди, то здесь у вас могут уже заказывать на постоянной основе, например, какие-то дизайнеры, которые занимаются каким-то дизайном. Вот у меня такого часто было, то есть у меня есть прекрасные друзья, которые занимаются графическим дизайном или веб-дизайном или еще чем-нибудь то есть или рекламой им для их каких-то разработок то есть он делать фирменный стиль или еще что этим нужен и иллюстрации они сами рисовать может и умеют но им не до этого то есть они целую там бренд компанию продумывают поэтому они отдают мне на периодической основе какие-то заказы я рисую они это все встраивают там в свои вот эти дизайн вот и здесь да здесь вот такой вот прям большой спектр может быть то есть у меня это все в основном было в плане рекламной иллюстрации как как который я сейчас описал есть книжная иллюстрация тоже целая отрасль вроде живая вот к сожалению не знаю частные заказы просто там люди целые группы в как вот там я точно никогда не был но знаю что это огромная индустрия то есть люди просто для каких-то своих нужд заказывают какие-то картинки платят за это деньги то есть норм другая ветка это геймдев и кино это прям ну может сказать что это ну я не хочу вот здесь проводить параллель потому что можно в принципе и сюда сразу есть люди которые туда сразу метят и приходят это геймдев и кино то есть это когда вы на устраиваетесь в компанию или работаете там на удаленке или еще каким-то образом аутсорс и тесь и работаете в этих двух сферах эти две сферы они похожи тем что ну во первых нужен мать скил тоже называется то есть туда очень смешно выглядит когда какие-нибудь рекламы типа за месяц в геймдев ну нет то есть геймдеве ну могут быть какие-то отдельные примеры где человека взяли рисовать какие-нибудь там отдельные желтые сундучки в компанию но обычно если ты хочешь быть в компании вообще в геймдеве и тем более в кино ты должен во первых уметь рисовать все то есть не только там анимешных мальчиков или девочек или существа рисовать принципе все то есть что попросят рисовать это плюс-минус хорошо и контролировать с навык сто процентов нужно ну и конечно туда еще как попасть некоторыми тоже нужно целую подготовку поэтому вот сюда без хорошего навыка ну не знаю как я желаю всем успехов до в любом случае но туда сложно попасть просто потому что я сам геймдеве уже дал долгое время работаю и ну я чем только там не занимаешься грубо говоря вот и это нормально потому что но как бы ну людям люди делают серьезные продукты и не вариантом например компаниям нанимать отдельных ребят чтобы они делали существ отдельных ребят чтобы домики отдельно чтобы рендерили отдельно чтобы не знаю ли строю в строили болванки в 3d это может быть какие-то супер больших компаниях но это все равно скорее разовые акции чем чем какой-то стабильная история вот поэтому это хар это классные места сто процентов но этот в моей картине мира стоит рассматривать как такой прямо ну серьезный большой уровень также есть интерьер-экстерьер оформления татуировка и что-нибудь еще то есть это тоже то что напрямую связано с рисованием но здесь все и специфические инструменты то есть тут нужно ну я тут тут я вообще прямо как бы мои полномочия все там целые свои как бы там тоже люди рисуют то есть у них тот же fundamental skill должен быть они должны там понимать светотень перспективы и так далее но у них целая специфическая история с инструментами своя культурная история и так далее и тому подобное и тут же мы говорим про то что есть смежные сферы да опять эта звездочка наша есть смежные сферы и навык рисования часто и прямо достаточно незаметно перетекает в эти сферы самые яркие сферы с которыми я сталкивался которую с которыми я либо сам там как-то взаимодействовали бы люди рядом со мной накид мои друзья и так далее взаимодействуют это вот эти то есть это вот вещи когда которые их можно тоже отнести к рисованию человек вообще с улицы который не знаком там с компьютерами так далее он скажет ну да там 3d материал или анимация тоже рисовать ничего общего с рисование не имеет до человек который анимирует там 2d шную картинку или тем более 3d шный он вообще может не уметь рисовать в принципе но это как бы вот болтается рядом и опять же вот эта звездочка она стоит здесь для того чтобы вы обратили внимание что эти сферы существуют и они классные то есть каждый этих сфер ну и есть люди которые занимаются только в fx в fx это спецэффекты до разного плана опять же 2d или 3d шный или люди занимаются не знаю разработкой 3d материалов они не рисуют ничего они проводят там очень большое время до всю свою как бы рабочую деятельность и это разработка 3d материалов они очень ценные специалисты кроме них этого ничего не может никто не может сделать им это очень нравится вот поэтому обратите внимание этих сфер достаточно много и возможно возможно вам как бы не в рисовании а туда и там вам будет хорошо сразу тут же вопрос нужен ли диплом или профильное образование в этот вопрос редко но все равно встречается сразу ответ не нужен вообще если вдруг вам кто-то сказал что нужно диплом для этого не нужен вообще никогда никуда здесь диплом то есть диплом единственный как бы случай когда я что диплом какой-то может пригодиться это если вы куда-то насколько приедете за рубеж чтобы визу получить но это не знают и без на без этого люди так понимаю туда легко нормально уезжают вот никто здесь никогда ничего не будет спрашивать ваши дипломы и так далее буду смотреть чисто на портфолио и то что вы умеете делать то что вы там говорите при на собеседованиях и так далее и тому подобное поэтому здесь ответ прям однозначный окей понял принял да все таки да то есть мы с этим человеком поговорили про все это я тут сто раз его предупредил про все что нужно делать чего начать ну и как правило еще человек например там как-то сам немножко погуглил нашел кучу разных курсов и школ ничего не понятно откуда все таки начинать мой ответ очень такой я очень в нем убежден это взять один три месяца на research research это исследование то есть в картине мира человека вот которую о котором мы сейчас говорим это сейчас нужно записаться срочно на какой-то курс и начать изучать штрихов куда или анатомию ну много людей так делают но если вот спросите меня я считаю что вот этот способ никуда не убежит но до этого способа нужно взять 1-3 месяца и вот если вы здесь собирались в такие так сейчас я буду серьезно учиться два часа в день я буду учиться каждый день до или там не знаю через день я буду два часа в день и час день все серьезно настроен вот возьмите сейчас или два часа в день и течение месяца тирею трех месяцев тратьте их на исследование то есть буквальным образом google эти прямо все вот ну с самого тупого запроса можно начать как научиться рисованию потом такой вы по этому запросу вы знаете что можно еще и сеныч рисовать CG это Computer Graphics То есть компьютерная графика Вы такие, о, а как CG рисовать? А на каких планшетах? А какие школы есть? А какие есть YouTube-каналы? А что на этих YouTube-каналах говорят? То есть буквально вот я сейчас эту всю презентацию Вам показываю в сервисе, который называется Miro Это одна большая такая вот доска Вот я очень его активно использую И вам тоже рекомендую как раз именно для этого Что вы вот все, что будете находить Вы можете на этот вот сервис День выделите, освоитесь этим сервисом Тут осваивать особо ничего не надо То есть просто понять, как это работает Тут есть заметки можно делать, текст писать Картинки, скриншоты прикладывать Вот как я делаю, что-то рисовать для себя, отмечать Видео прикладывать и так далее Вот сюда вот это все просто сваливает То есть у вас через 1-3 месяца Появится как вот у этих спецагентов на стенах, да, в фильмах Такая прямо карта всего, всяких возможностей и так далее У вас будет очень хорошее понимание того, что вообще происходит То есть у вас не будет понимания, естественно, вы не научитесь рисовать У вас не будет понимания там четкого, что делать Но вы хотя бы будете понимать общий спектр всего, что происходит То есть я тут сразу немножко забегу вперед Что я это сделал с японским языком Я его в итоге нормально учить не начал Просто потому, что я понял, что он мне нафиг не нужен Но у меня была идея пару лет назад Учить японский язык Я как бы учил китайский до этого, английский знаю Я такой, хочу попробовать японский учить Первое, что я начал, я вот начал по вот этой схеме, которую я первая писал Я такой, нужен преподаватель Пошел в интернет, нашел преподавателя Созвонился, что-то мы там азбуку поучили Я отключился, я все равно ничего не понял То есть мне преподаватель, ну, мало какой преподаватель Будет вам сидеть и объяснять даже то, что я сейчас вам объясняю Вот, то есть обычно, ну, сразу будут учить чему-то И вы будете такие, блин, все равно ничего не понимать В итоге я что-то, ну, пару недель потыкался По такой же схеме какие-то там иероглифы пописать попытался Потом я такой, все, выделяю месяц, сижу, собираю У меня прям собрался большой борт, где там школы, учебники все Отзывы на учебники То есть я прям каждый день сидел, это все анализировал И получилось круто То есть у меня получилось большое понимание того Как вообще устроено изучение японского языка То есть где, что, как работает, какие азбуки есть Как их учат, там разные способы Другое дело, что я просто понял, что мне он нафиг не нужен японский То есть я настолько интересую вообще ничего японского Как бы, ну, не смотрю, не потребляю, аниме не смотрю, мангу не читаю То есть мне китайский гораздо более интересен Поэтому я вернулся к китайскому Вот, но сам, как бы, экспириенс Вот хотя бы я про него вам сейчас могу рассказать И точно знаю, что вот я прям сравнил, да, в контексте изучения японского Вот эти два подхода и точно могу сказать, что, ну, чувствовать начал себя лучше Ну, понятно, что могут сказать мне, что да ты тоже бросишь, если будешь такое делать Ну, не знаю, блин, просто если у вас игра в долгую, то, ну, лучше-лучше все это знать Чтобы просто не залипнуть в какую-нибудь фигню Потому что очень большой шанс, что если вы начинаете Особенно при обилии всех этих инфопродуктов сейчас Вы просто потратите кучу времени непонятно на что, да Пойдете в художку какую-нибудь региональную И вам там вообще ничего не объяснят Или еще и плохое впечатление оставят Вот, ну, единственное, да, делать это организованно То есть не просто там, типа, а, все, не буду там Просто буду видосик на ютубе смотреть Нет, прям выделяйте, вот у вас там с утра перед работой Или после работы время, час, полтора часа И прямо я сел и делаю ресерч И главное, я документирую этот ресерч на вот эту доску Ну, вам в помощь, собственно, Google Вам в помощь сайт Behance.net, если вы не знаете И ArtStation, то есть это два сайта таких крупнейших Куда все, кто занимается компьютерной графикой плюс-минус Потому что мы сказали, что есть еще смежные отрасли Вот они там на Behance тоже присутствуют На ArtStation тоже немного Но ArtStation это больше про компьютерное рисование для геймдева и кино А Behance это прям про все То есть там тебе и графические дизайны, и мошен Вот там прям вот можно всего насмотреться И самых лучших примеров То есть худших там, наверное, тоже можно найти Но лучших там огромное количество Это прям большая мекка Ну и ютуб, конечно, тоже То есть там все на свете В итоге, да, появится более понятная и хорошая схема Что к чему и где Поэтому вот такой вот ответ на вопрос, что делать Который, я надеюсь, вы с помощью вот этого процесса Себе еще и, ну, еще и сами себе хороший ответ дадите И, в частности, еще и, может, с другими людьми, да Пообщайтесь по той же схеме И вот, как я здесь сказал, еще и чужой опыт тоже приобретете Это первая часть этого видео Ну, типа вот ответ на вопрос, что делать Вторая часть этого видео, это Она будет посвящена тому, чтобы немножко продолжить И снабдить вас Ну, скажем так, вот Чтобы Ну, то есть я тоже этот ресерч сделал Но не в таком ключе А я как бы вот этим своим рисованием уже занимаюсь Там с 16 лет На данный момент уже 15 лет практически Ну и можно сказать, что этот ресерч тоже в какой-то степени сделал Поэтому просто вот во второй половине я поделюсь Ну, своим результатом ресерча Пусть он будет в копилке вашего ресерча И потом вы можете свой ресерч сравнивать или делать по той же схеме Опять же, общаться с кем-то другим и так далее Ну, да Из чего состоит художник? Это первое, как бы, что я бы хотел вам рассказать То есть, на мой взгляд, художник состоит из трех больших блоков Первый блок — это то, что называется core skill или фундаментальные навыки Ну, core skill мне больше нравится, потому что это что-то, что вот ядро, да Вокруг этого все насваивается, но вот ядро — это вот самое-самое Ну, фундамент, да, то же самое, да, что-то внизу, на что потом все остальное надстраивается В чем особенность? В том, что эти навыки, они требуют перестройки мышления То есть, если вот мы дальше смотрим, например, навык работает с инструментом Например, там с Photoshop, да, с программой для рисования Там не особо нужно прям мозги менять То есть, там, конечно, мозги нужны Вам нужно будет запоминать, где какие панели, где какие кнопки, что они делают Но это, ну, просто вы будете, как бы, закладывать себе в голову новые вещи А вот здесь, чтобы научиться рисовать, ну, особенно формами Особенно, например, делать рендеры светотень Там прям нужно вот, ну, то, что называется шестое чувство выработать То есть, оно реально вырабатывается Я это очень хорошо по себе помню Потому что 2011 год, когда я не умел строить форму Я мыслил вот 2D контурами То есть, я формой вообще не мыслил И не совсем понимал, что тут вообще требуется 2000 какой-нибудь, условно, 16-й год Когда я начал вести курс построения формы И сам уже с формой более-менее освоился Ну, я прям, когда рисую, я прям практически тактильно чувствую объект, который рисую Я прям чувствую изгибы этой формы Это сложно описать, но видно, мозг еще и для такого приспособлен у человека Поэтому, да, вот это CoreSkill, они отличаются главным образом Ну, и тем, что они лежат в основе всех остальных навыков Но они еще и требуют перестройки мышления Поэтому они их и не быстро освоят То есть, вот эти вот истории перспектива за неделю Это, ну, ерунда полная Ну, как бы, я неправильно сказал Это не ерунда полная, это хорошее знакомство, да Но именно рассказы о том, что вы полностью это можете освоить Там за неделю и даже за месяц Это, ну, такое То есть, первое, это CoreSkill Второе, это инструменты Потому что CoreSkill это хорошо Но чем, как бы, рисовать-то, грубо говоря Или, если говорить шире То чем делать графику, чем делать арт Да, чем делать продукт Вот это все про инструменты Здесь нужно сказать, что важная тема Потому что в рисовании есть определенные такие устоявшиеся стереотипы Я хочу сказать мифы Потому что я к некоторым из этих стереотипов Очень плохо отношусь И один из стереотипов там существует Если вы будете копать в это все Вы столкнетесь, что инструмент не важен То есть, важно это, там, понимание Важен это, там, навык и так далее А инструмент это вообще не важно Кисти это не важно Настоящий художник должен чем угодно Уметь рисовать что угодно Это полная ерунда Потому что вы можете, ну, картину массовым Попробовать нарисовать шариковой ручкой У вас это не получится Вы же этот раз Или акварель попробовать имитировать, я не знаю Тоже с карандашом То есть, это можно сделать Но это надо с ума сойти И то же самое, как пытаться Многостройку бетонную построить топором Да, ну, блин Вот, то есть, тут такая же история Часто с этим люди начинающие сталкиваются Особенно, когда еще, там, другой миф есть в рисовании Что, типа, нужно копировать чужие работы И, как правило, люди копируют чужие работы Ну, просто кисточкой в фотошопе, грубо говоря А часть из этих работ, они вообще в 3D могут быть сделаны И обрисованы сверху кисточками И это будет тоже глупо Поэтому инструменты, это очень важно Я к чему все это веду, да И важно, как бы, по максимуму их осваивать И не замыкаться на чем-то одном Вот, потому что, ну, особенно, если вы нацелены на коммерческое рисование Геймдев, тем более, и кино Там существует теперь супергибридный процесс рисования То есть, если отматываем, там, 50 лет назад Люди, ну, какие-нибудь художники, да, карикатурщики, еще кто-нибудь У них было относительно все просто Ты берешь, там, карандаш, пастель или краски И берешь, вот, у тебя бумага, холст и рисуешь Сейчас процесс рисования какой-нибудь сильной иллюстрации Даже какой-нибудь простой иллюстрации Он может быть супергибридным И для неподготовленного человека вообще выглядит как какой-то дичь Типа, что сначала мы сделали в VR одну 3D-модель Потом ты ее обработал, там, в блендере Сделал ее чуть поаккуратнее Потом ты ее, там, зарендерил в кишоте Потом обрисовал ее в Photoshop Еще и там нейросети что-нибудь сверху шлифанул Вообще, запросто Мультискил, мультипроцесс Совмещение многих инструментов из разных категорий И третья большая категория Это вкус и насмотренность Ну, самое приятное, да, просто смотреть картинки и видосики На самом деле Вот, давайте немножко пройдемся по... Давайте снизу начнем, потому что здесь просто будет быстрее и понятнее То есть вкус и насмотренность действительно это про то, что смотреть видосики Только насмотренность бывает визуальная и техническая Очень просто понять Визуальная вы просто смотрите хорошие картинки То же самое Чтобы вам разобраться в хорошем пиве, в хорошем вине, да, в хорошей музыке Вам нужно просто потреблять хороший продукт и побольше То есть вот вы ничего не понимаете в джаз-музике, как я, например Ставим точку, потом год себе выделяем Через год, если вы весь год, каждый день будете слушать разных джаз-исполнителей Плохих, хороших, ну, хороших, главным образом, но плохих тоже не стоит забывать Чтобы в сравнении все это познавалось Через год я буду лучше разбираться Я с вами гораздо более развернуто поговорю, какие там есть исполнители, какие стили, школы и так далее Здесь такая же история Если вы нацелены куда-то, да, вы берете и смотрите все И, ну, если вы хотите в геймдев, то вы смотрите по геймдеву Но если вы пока еще не знаете куда, вы можете смотреть просто все подряд Просто хорошее, что люди делают, ну, визуально графики, да, эмоушен и что угодно И 3D и все на свете Есть еще техническая насмотренность Техническая насмотренность Это вот то, что я тут напугал вас вот здесь, да, то, что там какой-то 3D сначала и так далее и тому подобное То есть желательно смотреть процессы разных художников, чтобы смотреть, как они делают графику, да, потому что Иначе это по результату часто можно не понять То есть даже я, например, с большим опытом могу посмотреть на какую-то картинку И я могу не понимать, как она была сделана А сделана она может быть очень неоднозначной и нестандартной, да Иногда я вижу, да, то есть, опять же, своим взглядом я понимаю, что вот здесь там фотка была использована Здесь там 3D основа, скорее всего, была Но часто это можно увидеть только в процессах И это очень-очень важная вещь, потому что, ну, иначе этому можно даже нигде не научиться Где это? Ну, много где, да, тот же самый YouTube, всякие Instagram и прочие вещи То есть просто подписываемся, оформляем себе ленты хорошо, выкидываем из этих лент всякие мемчики И заполняем их хорошими, полезными продуктами и вещами, да То есть все у вас будет тогда автоматическим образом в какой-то степени работать Ну, главное иногда может быть то, что называется перенасыщение Когда ты такой, типа, у тебя этих крутых перед глазами столько примелькало картинок Что все, что ты рисуешь, уже кажется полной ерундой Ну, тогда просто отключиться на одну неделю, на две, пожить без этого Я, то есть, тоже периодически с этим сталкиваюсь Просто живешь пару недель, все нормально Потом опять постепенно начинаешь дозированно допускать это до своего мозга Инструменты, категория инструментов Первая категория, ну, тоже так, от простого к сложному пойдем Это традиционные инструменты Много их, карандаши, пастель, рапидографы, масло, акварель и так далее Прекрасные вещи Ну, единственное, что если мы говорим про современное производство компьютера Ну, даже не компьютера, а просто графики Это Тут надо правильно подобрать слова Поэтому я немножко здесь позволю еще поговорить более развернуто Вот Если вы только начинаете рисовать Если у вас не лежит душа к маслу То есть, вот если вот вы помните, я в самом начале там говорил, что есть люди, которые Ну, вот они просто хотят рисовать для себя, им нравится акварель рисовать или пастель Go for it, что называется То есть, идите, рисуйте пастелью Вообще не заморачивайтесь на все, что я тут говорю про 3D и так далее Если вам это нравится, come on Если вы, ну, вот как я, например, вам просто нравится рисовать Вам не принципиальный инструмент, ну, или вам нравится на компьютере рисовать Мне, например, очень нравится на компьютере рисовать Мне не очень нравится традиционные материалы рисовать За исключением, там, баллончик с краской Потому что я из граффити вылез, мне, как бы, баллончик до сих пор нравится Но для меня не принципиально То начинать рисовать лучше с цифровых инструментов Тут тоже он уже отходит Но раньше был такой миф, что обязательно нужно художникам, всем вообще без исключения Начинать рисовать, учиться массовым, потому что это много дает Я по себе могу сказать, что особо ничего не дает То есть, скорее, наоборот, забирает, потому что это будет намного дольше и сложнее То есть, чтобы... Ну, на бумаге можно рисовать карандашом, вот, как бы, контурные скетчи плюс-минус Но если мы доходим до цвета и покраски, ну, это целая история То есть, вам придется кучу красок, как бы, откуда-то брать, покупать их Постоянно целое рабочее место должно быть Это очень долго На компьютере гораздо проще быстренько цветом поработать Тут, как бы, цвета все бесплатные, да, то есть Во всех фотошопах, во всех 3D, ну, в смысле, 2D программах Быстро можно все эти цвета затереть, да, и так далее Поэтому учиться рисовать сейчас 100% гораздо эффективнее, легче и дешевле в 2D Это первый момент в пользу цифровых инструментов, чтобы сразу с них начинать Второй плюс то, что современная вся графика, конечно, создается на компьютере Потому что, опять же, быстрее, эффективнее, более гибко Нужно что-то там поправить, перерисовать Новый слой создали, поправили, перерисовали То есть, нам не надо взять и всю картину маслом там заново перекрасить Вот, это второй плюс И из этих плюсов складывается, что многие люди сейчас Ну, и опять же, если вы смотрите мое видео Вы, скорее всего, из этой же категории людей Они, в принципе, сразу начинают с рисования на компьютере И в нем же и остаются надолго Другое дело, что традиционные материалы, они имеют свой вайп Они имеют свой вот этот традиционный вид Который, ну, во-первых, до сих пор и не получается нормально повторить на компьютере Во-вторых, и особо-то и не надо То есть, всерьез повторять акварель на компьютере Это, на мой взгляд, какая-то ерунда Проще пойти и научиться рисовать акварель Ну, проще, конечно, относительное слово Но, ну, это более как-то разумно в моем понимании И есть художники Их, конечно, гораздо меньше, чем цифровых Но есть художники, которые прекрасно владеют каким-то традиционным материалом Например, они классно работают в акварели И к ним приходят заказчики именно за их вайбом Ну, за их результатом Потому что, ну, такое на компьютере нельзя сделать И никто это повторить не может Поэтому бывает такой вот super ultimate combo вариант Когда человек работает традиционным материалом И до сих пор котирует сад Но это, скорее, исключение Поэтому традиционные материалы Это хорошая история Но я предложил бы вам их оставить Как бы в свободное время То есть, если вам нравится цифровое рисование Вы сразу начинаете изучать цифровое рисование Но можете просто, если вам нравится, еще параллельно Где-то там в свободное время Порисовать кисточками Например, это клевая штука Если вам не нравится, то можете не рисовать Ничего особо не потеряете Вот, цифровое рисование Это то, что вот, ну, такое Здесь, может, пунктир такой поставить Да, потому что, ну, традиционно Мы сказали, что можно их вообще Вот и даже В этой линейке не упоминать Но мы их упоминаем Потому что, ну, нужно упомянуть Поэтому первое Такое вот цифровое 2D-инструмент Ну, буквально это программа для рисования Мы ниже посмотрим, что это за программы Я просто сейчас не хочу Вот прямо сейчас углубляться Но они есть Дальше идут 3D-программы Которые вот осваивает художник Или должен знать художник Желательно, чтобы знал 3D-программы Здесь прям целый отдельный разговор Мы про это сделаем с вами отдельное видео Потому что это невозможно Сейчас будет нормально рассказать Просто скажу, что 3D для 2D-художника И 3D для 3D-художника Это две разные программы обучения Поэтому, если вы сейчас Начинающий там художник Или желающий начать художник И вы такие смотрите Так, все, я буду 3D тоже изучать И вы сейчас через месяц запишетесь На курсы по моделированию в 3D-MAX Так не надо делать Не знаю, напишите мне Не знаю, я вам что-нибудь посоветую Потому что вас на этих курсах По моделированию в 3D-MAX Загонят не туда, куда надо Я просто сам через это проходил Очень давно Я тоже записывался на курсы По моделированию в 3D-MAX Это, конечно, что-то дает Но это слишком хардкорно для 2D-шников Лучше это оставить на потом Когда вы с 2D освоитесь И потом вы такие Я хочу, как я, например, сейчас осваиваю В принципе Или, точнее, заигрываю Периодически с продакшн-моделированием Но это прямо очень другая история Очень специфично осваивается 3D для 2D-шников И иные инструменты Которые тоже важно Некоторые важны Некоторые полезны Знать для современного художника И тем более Который там геймдев и так далее Первый это движки Не обязательно Поэтому эта вся история Она стоит после 2D После 3D То есть лучше к этому подходить попозже Unreal, Unity и все такое Потому что если вы работать будете Где-нибудь в играх, например Вот я сейчас сталкиваюсь Периодически с необходимостью Немножко Unity понимать Мне пока не сильно Как бы пинают за это И вообще не пинают Но хорошо бы, если бы я там Немножко шарил Поэтому мне вот по-хорошему Надо немножко шарить Не обязательно, но желательно Большим плюсом будет Второй это анимация Не обязательно Но если вы вдруг доедете До какого-то хотя бы Фундаментального освоения Или понимания анимации Будет хорошо Это тоже целая отдельная сфера Там не только покадровая Классическая анимация Теперь есть она и другая Скелетная и так далее И 3D анимация тоже есть Поэтому откладываем на потом И нейросети Тоже инновация С которой нам приходится Сейчас жить и взаимодействовать Тоже там целый отдельный разговор Их не обязательно знать супер хорошо Но мы вот как художники Сейчас так или иначе Постепенно начинаем использовать И я думаю в будущем без них Они не заменят художников Скорее всего Как машины не заменили людей Пока уже 100 лет С момента, когда они появились Даже больше Но взаимодействовать И понимать, что там происходит Желательно Поэтому вот такой вот Спектр инструментов И такая линейка продвижения По вот этим инструментам И подходим к core skill Фундаментальным навыкам Самое С одной стороны сложное Для объяснения Вплоть до того Что я сейчас вам это полноценно Объяснить просто не смогу С другой стороны Ну простое возможно Для понимания обывателя Если вы обыватель И для вас сейчас Какие-то разговоры про 3D Про нейросети и движки И вообще не поняли Что это такое То здесь вы гораздо больше Поймете о чем я буду говорить То есть люди Мы сейчас говорили Точнее недавно Что это про перестройку мышления И у людей Мышление Начинается обычно С рисования контурами Ну мышление в смысле художественное То есть любого человека Можно с улицы выдернуть Попросить его нарисовать Собаку, автомобиль, домик Он вам будет рисовать контурами То есть он возьмет И нарисует контур домика Или там контур собаки Как она вот В его понимании выглядит То есть вот так вот Как-то в моем понимании Выглядит контур собаки Или соответственно Человека тоже Любой ваш друг Там папа, мама Кто угодно Они будут рисовать Скорее всего вот так вот Контурами И для них это настолько естественно Что они даже не поймут Что можно еще это делать А можно делать Очень много всего То есть Ну вот например Рисование контурами В более профессиональном Варианте Да То есть видите Что я постепенно Из разных контуров Как аппликацию Складываю какую-то иллюстрацию Вроде все хорошо Да Но это только первая ступень У нее есть свои плюсы То что она простая для понимания Как мы сейчас убедились Да Надеюсь Что все Ей достаточно Ей можно получать Хорошие результаты Минус Она очень ограничена В возможностях Выражения идей То есть там Очень сложно рисовать Ракурсы Там очень большие проблемы С рисованием Каких-то новых объектов Там очень большие проблемы С светотенью То есть если попытаться Этот домик Нормально То что называется Зарендерить Зарендерить Это значит Наложить светотень так Чтобы выглядело трехмерно Будут проблемы То есть так не получится Поэтому Следующий этап Это Рисование Объемными формами То есть вот это Это очень серьезная вещь То есть она Серьезная в плане того Какие возможности Она дает То есть мы буквально можем В разных ракурсах Любые объекты Из головы Без Ну еще здесь вот часто Люди срисовывают Да Они не могут взять Из головы нарисовать что-то Им нужно перед глазами Чтобы что-то было Чтобы они вот так вот Как калаш Срисовали это оттуда Это оттуда Здесь например Я могу вам сейчас Из головы нарисовать В принципе что угодно Кораблик, самолет Там в любом ракурсе Это плюсы да Но Минусы То что для этого Нужно прям Очень много времени Но я скажу что год Примерно нужно выделять На освоение этой истории Еще год на укладывание В голову Или полтора И минус то что Нужна очень серьезная система Потому что большое количество Материалов По построению формы По перспективе Они очень странные Какие-то кусочные И непонятные Или наоборот Переусложненные Я такую систему создал На курсе Которую вы видите сверху Я в ней очень рад И что она существует Единственное что Я могу тут сказать Вот Рисование объемной формы Оно еще состоит Из некоторых этапов Скажем так То есть первый этап Это рисование предметов И окружения Потом Простых существ и персонажей И анатомичных существ и персонажей То есть если здесь Видите Я как-то не особо делил Это все на рисование Там зданий Цветочков Портретов И так далее Потому что большого смысла Здесь делить Вот этот вот навык Рисования контурами На категории Его нету То есть там ты в принципе Изучаешь рисование Контурами и пятнами Всего сразу Там как бы Большого нет смысла Специализироваться Пока на чем-то А вот здесь Уже имеет смысл Это изучать постепенно Потому что если сразу Как многие начинающие делают Бросятся пытаться Учиться Строить Анатомию Получится ерунда То есть получится Ни туда ни сюда И строить форму Не научишься И анатомия будет плохая А лучше сначала Научиться рисовать Предметики простые Из них составлять Какие-то сценки Тоже Потом научиться рисовать Простых персонажей И потом постепенно Уже доехать до анатомии И все И в принципе На этом Будет весь спектр Возможных объектов Так или иначе Охвачен И третий этап Это рендер Или светотень То есть рендер Это английское слово Оно означает Вообще доведение до готовности То есть Ну вот В CG графике В компьютерной графике Этим словом Обозначается светотень И цвет То есть Ну вот То что вы здесь видите Да был скетч Эскиз Получился Ну законченная Практически трехмерная картинка То есть Это третий Большой шаг И тоже Прям перекройка мозгов Он сто процентов Должен следовать После построения Изучения Рисования Объемной формы Потому что При рендере Мы свой мозг Заставляем Анализировать Куда направлена Плоскость объекта В каждом ее участке Это Ну если вы сейчас послушали Вот я вам сейчас нарисовал Вот такую схему Вы такие Типа скорее всего Ага понятно Но когда нужно Это делать По ходу рисования Еще и Вместе с Разработкой дизайна Мозг У начинающего Просто Уходит в аут То есть Он как бы У продолжающего Иногда нужно себе Тайм аут давать Ну короче Это прям серьезно Там тоже есть Своя методика обучения Которую опять же Я сейчас вам раскрыть Быстро не смогу Но вот просто Знайте Что вот три таких Больших кита Скажем так На которых Стоит Ну вот Сам классический Навык рисования Сам классическое Понимание рисования Как выражение Как выражение Мыслей Визуальными Образами Рисунками Вот Такой вот Художник Да у нас получается Состоящий Из вот этого всего Некоторые примечания Первое Почему в этой схеме Нет рисования людей Анима персонажей Слонов Оружия Я это к чему К тому что Многие начинающие люди И многие школы Для начинающих Они строят программу Не так как я вам сейчас показал То есть они вам скажут Что художнику Нужно уметь рисовать людей Архитектуру Анатомию То есть ну как бы Смотрят в частности В какие-то Я считаю Ну и сам так не смотрю И сам считаю Что так не надо делать Надо смотреть более глобально То есть надо смотреть С позиции изучения языка То есть когда вы Собираетесь хорошо Выучить язык Например вы собираетесь Работать переводчиком Или вы собираетесь Вообще жить там Работать в другой стране У вас нету Такого знаете Что так Я собираюсь выучить английский Мне нужно выучить английский Для разговоров о цветочках О разговорах о деньгах О устройстве дома И так далее Вам нужно выучить Грамматику английского Лексику английского И что-нибудь еще Фонетику И в рамках изучения Эти блоков Вы как бы должны уметь Разговаривать обо всем То есть эти вещи Они включены В изучение глобальных блоков И с рисованием Такая же история Поэтому здесь у меня Вот эти конкретные категории Они конечно выделяются Но выделяются только Вот в рисовании Объемной формы Потому что там действительно Есть разница техническая Как строить форму Там сундучка И строить форму Человечка Там есть специфика Вот поэтому Где-то они выделяются Но даже в рендере Когда вы учитесь рендерить Вам не надо учиться Рендерить отдельно То-то-то Да У вас Навык он Вырабатывается И применяется Ко всем категориям Потом Стиль Тоже начинающий Может спросить А почему стиль Мы не употребляем Не упоминаем Да Реализм я хочу Или я стилизацию хочу Или я какую-то Супер мультяшность хочу Тоже большой разницы нет Так же как Когда вы изучаете Английский Или любой другой Вот русский язык Мы сейчас с вами Говорим Да На русском Я могу говорить На нем шутливо Могу не шутливо Говорить Могу как угодно Говорить То есть в принципе Я могу менять стиль То есть у вас Стиль это такая штука Которая вырабатывается Со временем То есть когда мы Начинаем учиться Говорить в детстве Никто не пытается Сразу вырабатывать Стиль разговора Да Манеру разговора Она сама по себе Потом появляется Естественным образом Исходя из ваших предпочтений Идей И так далее И тому подобное Вот в рисовании Такая же история Этот стиль Понимание Оно у вас Само появится Поэтому ни в коем случае Не надо сразу С самого начала Пытаться идти Какому-то стилю Или вырабатывать Какой-то стиль Это Как правило Работает наоборот В обратную сторону Только в плохую сторону Если человек выбирает Какой-то стиль И только в нем работает В стиле по сути Ну вот Для начинающего Существует два Это реализм и стилизация И стилизация Тоже это один из мифов Рисования Что нужно сначала Освоить реализм А потом в стилизации Стилизацию Я имею ввиду вот эту То есть видите Такой как бы Это не тоже какой-то Супер специфический стиль А-ля Рика Морти Там например Симпсона Нет Это что-то вот Ну такое просто Упрощенный реализм Скажем так И вот это Это как раз то Что в моем понимании Начинающему стоит Освоить в первую очередь Просто потому что Там деталей поменьше Там не так сильно Устаешь И не так сильно Соблазн Запрятать Косяки За детализацией Поэтому да Ну еще раз Это тоже немножко Другая история Другой разговор Мы потом возможно Про это поговорим Сейчас просто Говорим о том Что стиль Не стоит сначала Как-то на него Сильно заморачиваться Чем больше Этой схемы У вас прокачано Тем больше шансов Жить интересную жизнь В плане того Что эта схема большая Видите Тут у нас есть и движки И рендер И не знаю Визуальная насмотренность Не надо на эту схему смотреть Это вот сразу Дальше Да Вот этот тоже момент Они связаны Не надо вот на то Что я вам сейчас рассказал Смотреть как на какую-то Такую дорожную карту То есть первый пункт Второй пункт Третий пункт И вот я должен пройти Все пункты Чтобы там Не знаю Сейчас там 24 год Чтобы в 28 году Стать крутым Это не так работает То есть вот на эти вещи Нужно смотреть скорее Как на Ну вот в играх Есть понимание Статов по-моему Персонажей Да Когда у вас есть Вот эти вот Категории Разные навыков Да И вы их постепенно прокачиваете Одну больше Другую меньше Ну как бы желательно Их все вместе прокачивать И вот в игре Это невозможно Все равно там Очки развития По-разному распределяются Да То есть у вас что-то Прокачается больше Но здесь вы можете В принципе все прокачать Одинаково И идеал это конечно Когда все будет прокачано Одинаково Но скорее всего У вас это не получится Потому что для того Чтобы все прокачивать Еще нужны обучающие материалы Как мы дальше скажем С этим очень все плохо В рисовании То есть нету волшебного места Где вас всему научат Поэтому вы Сегодня наткнетесь На вот этот материал По движкам Завтра вы скорее всего Наткнетесь Хороший материал По фотошопу Послезавтра вы там По форме там Что-то найдете И у вас эти навыки будут Очень неорганизованно расти Ну желательно Это все организовывать Но реальность будет такова Скорее всего И во-вторых Вы будете двигаться Итеративно-спирально О чем я говорю О том что вы сначала Галопом по Европам Пробежитесь На каком-нибудь курсе По перспективе Светотени Анатомии Дизайну персонажей Рендере Рисованию материалов И 3D У вас будет курс Состоит из 8 недель Какой-нибудь Который вот по всему Вот этому вас проведет По всем навыкам Да Вы на 3 Ну на 3 Мало, да На 10% Прокачаете все навыки На 7 Давайте так На 7% Прокачаете все навыки Потом вы например Пойдете на какой-нибудь Другой курс Там будет только 3D Вы только 3D Прокачаете До 15% Потом вы пойдете Опять на какой-нибудь Курс Вот такой Или пересмотрите Вот этот же курс Опять прокачаете навыки Уже Потому что курсы Пересматривать Это хорошая история Не сразу не все Понимаешь Еще там на 2% Все навыки прокачаете И вот так вот Они все будут расти Вот так вот Кругами вы будете учиться Я говорю это и по своему опыту, и по опыту многих людей, которых я знаю, скорее всего, все кивают, кто уже учится рисовать или там уже круто там рисует, все такие типа, ну да, так и есть. Потому что волшебного метода, как вот это все последовательно изучить, нет, но другое дело, все равно обращайте внимание на последовательность изучения, в плане, что, например, сначала, если вы начинаете рисовать, лучше, конечно, 2D учить, потому что сразу изучать какие-то нейросети, ну, если вы стать именно художником, хотите, странная стратегия. Вот, поэтому тоже такое вот примечание. Следующее, важный момент, тоже вопрос, который нужно осветить. Какой планшет, какую программу выбрать? Потому что вот, например, сидит начинающий художник, да, который всю эту, весь этот разговор затеял, и он уже, у него уже мозг порвался от этих всех теоретических разговоров, но у него есть достаточно практический вопрос. Окей, я тут хочу разбираться в Ютубе, я буду тут изучать там все вот то, что ты сказал, какой-нибудь даже курс найду, но все-таки мне нужно что-то, в чем это все делать, да, на чем это все рисовать. В плане планшета у вас два варианта, как у начинающих. Это вот я вот так их нарисовал, и думаю, это будет лучше, чем фотки, потому что я нарисовал красиво. Первый вариант это ноутбук, либо компуктер, да, вот именно персональный компуктер, с вот таким вот планшетом, который в народе называется доской, потому что на нем нет экрана, да, это вот, я тут на нем тоже рисую, сейчас я вам попробую его показать. Это вот такой вот планшет, то есть просто вот, видите, такая доска пластиковая, но она сенсорная, то есть я по нему вожу вот таким вот стилусом, и вот происходит то, что вы видите у себя в видео, да. мышка тут двигается и все так ну, в смысле, не мышка как раз, потому что мышкой рисовать не надо я сразу скажу, мышкой рисовать не получится это плохая идея вот курсор двигается, я могу рисовать и второй вариант, это айпады ну, сейчас у всех смартфоны есть, айпады, я думаю тоже все видели, ну, айпады, либо какие-то еще там, условные Samsung Galaxy, я уж не знаю, какие сейчас планшеты есть, сейчас, мне кажется, все только на айпаде рисуют, но я, например, когда у меня был первый планшет для именно рисования, я покупал в каком-то шестнадцатом или пятнадцатом даже году у меня был какой-то Samsung Galaxy Note на котором я что-то там пытался рисовать но у меня ничего не получилось, я сразу скажу, что планшеты с экраном я их вообще не перевариваю, то есть мне они ужасно не нравятся хотя вроде как, ну, это должно быть круче, чем рисовать вот по вот этой доске, то есть ты рисуешь в одном месте, а смотришь в другое, вроде как это ну, нелогично и странно, а я вот считаю это крутой историей, то есть мне это нравится, я так делаю 15 лет вот, поэтому у вас есть два варианта вот таких вот вот этот вариант, какой планшет ну, компьютер или ноутбук решайте сами да, ну, конечно, наверное, ноутбук сейчас поэффективнее, потому что он мобильнее с другой стороны, компьютер, ну, вот у меня сейчас компьютер я ему рад, он мощный, я тут могу еще игры запускать и всякое там Heavy 3D называется, всякие 3D штуки делают, с другой стороны, сейчас такие ноутбуки есть, что и на них 3D можно делать и можно куда-нибудь уйти в кафешку поработать ну, тут сами решайте, как вам это все больше нравится единственное, второй экран, хорошая история здесь скажу, даже в самом начале, тоже второй экран вам поможет, но не обязательно вот, какой планшет? ну, вот, то есть, тоже выбор не особо большой Vacuum, это супер классическая фирма в мире планшетов для рисования она такая же классическая, как Apple то есть, она уже 100 лет на рынке она делает хорошие продукты, но к ней есть вопросы но все равно пока ничего как будто лучше не придумали с другой стороны, вроде как придумали потому что есть фирма, которая называется Hayon Hayon она называется, да я не знаком с ней, то есть, у меня планшетов нету таких но очень много художников, в том числе профессиональных пользуются такими планшетами и вроде как рады но тут вам нужно будет сделать ресерч у меня у самого Vacuum но у меня вот не вот этот, а у меня там Intus Pro то есть, для начинающего он будет дороговат а вот этот я сейчас буквально зашел, посмотрел на магазине 6 тысяч стоит или 7 ну, в принципе, норм то есть, хороший планшет, наверное но нужно, конечно, почитать отзывы плюсы и минусы ну, здесь минусы в этом вот варианте, да в этой вот конфигурации что нужно будет приноровиться рисовать по планшету а смотреть в экран потому что, ну, у некоторых начинающих это, конечно, очень странная идея но обычно это, ну, неделю, две недели ну, три недели максимум каких-то проблем доставляет потом, если вы, ну, плюс-минус стабильно рисуете вы очень сильно привыкнете и я от этого получаю большое удовольствие потому что я своей рукой не загораживаю, там, изображение я могу смотреть какие-то фильмосики параллельно у меня тут много всего открыто на двух больших мониторах как-то я к этому вообще ужасно привык и даже не хочу ни на что это менять ну, и плюс, это самый классический вариант для работы то есть, все коммерческое рисование оно делается таким образом здесь есть еще вариант, который я тоже вам не рассказываю это планшет-экран да, это как iPad, только не iPad большой планшет с экраном то есть, по сути, это другой большой монитор да, который тоже есть стилус вы по нему рисуете но он подключается к компьютеру ну, это вариант, конечно, не для начинающих потому что это дорогой, громоздкая история то есть, не знаю просто, знаете, что она есть но мне вот она не понравилась может, когда-то понравится вот, вариант с iPad плюс мобильный рисуешь прямо по экрану то есть, если у вас какая-то бегательная работа то есть, вам нужно постоянно где-то там быть в офисе и так далее ну, даже, ну, ноутбук вроде можно с собой куда-то носить но это тоже целая история разложить ноутбук, планшет, там, целый стол нужен то вам, конечно, iPad больше подойдет если дома там рисовать не получается там, бедлам, там, например, общак или еще что-нибудь то iPad это хороший вариант для, ну, начинающих художников и для вполне себе тоже продолжающих иногда другое дело, что именно профессионально геймдев и все остальное он предполагает вот этот вариант потому что там нужно все-таки разные программы файлы, архивы всякие присылают 3D нужно делать поэтому на iPad, ну, может быть и можно там сейчас на iPad есть и целые 3D программы тоже, в принципе, прикольные но как, именно, как профессиональная конфигурация для рисования это такое себе ну, при этом, если вы начинаете ближайшие, я говорю, там, 2-3 года вы можете вполне себе рисовать и на iPad и учиться рисовать и прочее вот, ну, основное из чего стоит исходить, я думаю это из того, что уже у вас есть то есть, если у вас уже есть iPad вам осталось купить только Apple Pencil берите Apple Pencil откуда-нибудь и рисуйте на iPad если у вас уже есть ноутбук то берите планшет и все, у вас будет хорошая связка если у вас ничего нет ну, нужно будет проанализировать плюсы-минусы но единственное, конечно, наверное, iPad с Apple Pencil, он будет подороже стоить какой iPad, я не знаю я не очень разбираюсь в iPad'ах у них там постоянно какие-то новые поколения поэтому нужно тоже вам делать research смотреть в отзывах то есть, это вот все, что я могу сказать у меня есть iPad я на нем не рисую я его брал несколько лет назад вот специально с посылом что нужно попробовать порисовать на iPad'е все такое ну, в итоге сериалы смотрим на нем вот, в итоге я вот на вот этой связке всю жизнь рисую и до сих пор рисую но единственное, что у меня сейчас компьютеры персональные чему, как бы, я с одной стороны рад потому что, говорю, мощный с другой стороны, на ноутбуке было прикольно у меня Mac был, я на Mac'е рисовал в плане программы для рисования очень странная ситуация в 2D мире происходит потому что, с одной стороны, есть гегемон монополия то есть, есть Photoshop и Photoshop, он как бы вот в огромном отрыве от всех все рисуют в Photoshop'е все рисовали в Photoshop'е все компании рисуют в Photoshop'е все профессиональные художники рисуют в Photoshop'е то есть, я скажу, что 90 ну, 8% всех рисующих на компьютере людей рисуют в Photoshop'е при этом Photoshop у него очень много больших проблем с рисованием потому что Photoshop'е программа, которая называется Photoshop'е она предназначена для фоторедактирования и фоторетуши да, 100% фоторетушеров работает в Photoshop'е я думаю, я, конечно, ничего не знаю но я думаю, это так вот, поэтому там есть там, конечно, уже, ну, есть возможности для рисования и так далее но есть очень, вот, лично от меня от человека, кто 10 лет рисовал в Photoshop'е потом перешел, например, на Clip Studio Paint и у меня есть огромное количество вопросов к Photoshop'у которые я там тоже вы можете у меня на канале это видео найти я не думаю, что у вас, как у начинающих вы там его поймете потому что там много технических моментов но если ты профессиональный художник я профессиональный художник меня эти моменты просто вымораживают иногда я просто не понимаю, почему их тут нету вот, поэтому очень много вопросов к Photoshop'у с другой стороны в 2D мире нету нормальной идеальной программы я скажу так то есть, если мы посмотрим на 3D программы там есть, во-первых, очень много 3D программ во-вторых, они крутые и, в-третьих, они очень сильно смотрят на потребности индустрии то есть, в 3D индустрии, да, там фильмы, игры, все на свете то есть, там какая-то, нужно, нужно что-то сделать 3D разработчики, 3D программы они практически сразу на это реагируют и делают это, да, в той или иной программе а в 2D вот люди застыли в каком-то непонятном веке и там очень много вещей, которые нужно а их там нету, ни в каких программах нету или есть в этой программе, нету в этой программе почему, непонятно поэтому больная тема очень Photoshop, если вы собираетесь в профессиональное рисование, в геймдев и так далее вам нужно знать 100% то есть, вы от этого никуда не уйдете но учиться на нем рисовать, я считаю я бы не стал то есть, я вот, у меня есть курс, да я всем своим студентам, всем, кто у меня спрашивает рекомендую учиться рисовать в Clip Studio Paint потому что она более приятная для рисования программы там есть больше интересных, хороших функций, да вот, но при этом по Clip Studio Paint мало обучающих материалов и если вы пойдете на какой-нибудь курс учиться там будут, скорее всего, в Photoshop вас учить рисовать если вы будете с какими-нибудь коллегами-художниками общаться там они, скорее всего, будут в Photoshop рисовать поэтому на свой страх и риск учиться в Clip Studio Paint рисовать у меня есть обучающий материал по Clip Studio Paint они находятся у меня на сайте там некоторые введения, потом я буду их обновлять и так далее но вот такая вот история с моей колокольни есть еще Procreate Procreate это программа, существующая только на iPad то есть, если у вас iPad открывайте, устанавливайте Procreate она приятная, хорошая программка но единственное, на iPad есть тоже Clip Studio Paint поэтому, если вот я, мне нужно раз в год что-то нарисовать на iPad я буду это рисовать в Clip Studio Paint уже Procreate, если честно, мне не нравится то есть, мне, я считаю, она тоже не имеет многих функций которые должна иметь и не очень удобно есть еще куча других программ Krita, Jimp, Sai, Coral Painter еще что-нибудь, еще что-нибудь какой-нибудь Affinity Painter не помню, как называется то есть, в принципе, программ для рисования большое множество но есть такая вот, ну, есть супер классика в виде Photoshop есть клевая профессиональная программа Clip Studio Paint в которой я работаю есть Procreate, который, возможно, даже говорят на компьютере выйдет, правда, не знаю зачем поэтому на этом фоне все остальные программы они, как бы, не совсем понятно зачем потому что они плюс-минус дублируют их функции единственный плюс-то их, что они бесплатные там, многие из них но, как бы, не знаю, в чем плюс когда ты живешь в мире, где есть рутрекер как бы, вот ну, со всем уважением к разработчикам программ но вот они мне сейчас не дают возможность купить эти программы а если и дают, то вот у Photoshop стоит необоснованно больших денег поэтому пока не адаптируют, нафиг они идут вот это история с программами куда все-таки идти учиться? тут я все-таки хочу обрисовать еще и спектр школ тут нужно понимать, что я буду прямо говорить очень со своей жесткой колокольни со своего, как бы, опыта потому что у меня он есть если его кратко обрисовать, то где-то лет 18 ну, я в 16 начал учиться рисовать где-то в 18 я пошел учиться на Вирфак но параллельно я попробовал потыкаться в ну, художественные места, которые у нас в городе есть это был 2008 год тогда еще, как бы, онлайн образования особо не было и интернет вообще пока еще только так появлялся то есть во внешку нужно было выходить с помощью определенной кнопки поэтому я попробовал пойти в художку я попробовал пойти на подготовительный курс в архитектурный институт я попробовал тыкнуться в художественный факультет даже перевестись попробовал у меня вот это не получилось художку я проходил года полтора и на курсы я что-то тоже полгода проходил потом я где-то с 2012 года ну, потом я начал смотреть всякие там, YouTube тоже тогда еще особо не появлялся да, я там какие-то на торрентах что-то начал смотреть потом в 2012 году уже онлайн образование плюс-минус я начал проходить англоязычные курсы то есть русскоязычный курс я не проходил, по-моему, вообще я только, по-моему, у Марка Колобаева элемент покупал и что-то там посмотрел немного и бросил по своей, ну, как бы глупости, можно сказать ну, не глупости, но просто я там не успевал хороший курс и на тот момент был и сейчас я уверен, что хороший но единственное, я его здесь не употребляю потому что он больше про прям концепт-арт то есть он про очень специфическую отрасль рисования которую все-таки я в рамках данного видео ну, может и стоит вот упомянуть, да, но все-таки там не совсем рисование, а там скорее прям такой продакшн, графики такой серьезный и так далее ну, просто знайте, Марк Колобаев, группа школа элемент тоже существует можете заглянуть, хорошее место вот, но 99% всех материалов, на которых я учился и в виде покупных курсов, которых я покупал очень большое количество и разных других там источников, на которых я учился это все англоязычные курсы то есть на русском языке я говорю я только вот знаю людей, да, что вот что-то там происходит поэтому я буду вот, исходя из вот этого опыта, сейчас говорить куда все-таки пойти учиться, да, есть два, две такие очень непохожие друг на друга сферы то есть первая это классика и old school это вот все художки, какие-то частные художники там наставник, условно говоря, там в студию художник вот кто-то ходит учиться, вроде как, я знаю, там к разным училища, академии, институты, университеты вот это, вот все я сразу скажу, что я это очень не люблю вот эту всю сферу ну как, именно со своей позиции то есть я очень рад, что это существует в мире то есть все клево, то есть там люди я мимо прохожу этих заведений в окнах стоят красивые гипсовые фигуры да, там сидят люди на мольбертах рисуют картины мне это очень нравится, но как бы атмосфера вообще не моя там я с нее, наверное, начну потому что очень странный вайп то есть тут у разных людей, опять же, свой опыт я прошу, опять же, это все учитывать, что у меня он свой у меня вот здесь очень такой не самый хороший опыт был именно отчасти из-за того, что из страны вайп очень люди специфические как бы у них очень специфическая сфера там у нее свои правила и законы в которые, опять же, я не погружался и так далее мне лично большие претензии то, что они очень сильно морозятся от современных, вообще от современной индустрии то есть там никто особо не интересуется компьютерами, какой-то 3D графикой вообще, что происходит в мире и так далее с одной стороны, не должны интересоваться с другой стороны, когда ты, особенно вот я тогда был очень молодым человеком ты туда попадаешь, ты хочешь как бы формироваться как личность, как-то, чтобы с тобой поговорили объяснили, что это такое с тобой не говорят и я очень, как бы, видите, затаю немножко на это все поэтому на любителя очень на любителя места в плане именно вайба, как бы личностного но там есть база то есть там вроде как преподают эту базу вот это то, что я говорю core skill, да, вот эти все построения формы перспективу светотень, штриховку нафиг она нужна но там она преподается в очень устаревшей манере в большинстве мест эта вся система всех художек, училищ и институтов она очень неоднозначна ну, в смысле, она очень неравномерна неоднозначна тоже, но она очень неравномерна да, здесь может быть очень классная художка и там может быть суперкрутой препод та современная, но он будет скорее исключением если мы говорим общую температуру по больнице то там, скорее всего, будет очень такое супер устаревшее, растянутое очень несистемное обучение то есть, типа, сидишь, штрихуй кубик два месяца, потому что это надо рисуй врезки три месяца и все такое поэтому, если вы, опять же, вот такой вот компьютерный художник, как я который вот такой хочу вот в геймдев и так далее туда лучше не надо ходить даже если кто-то вам говорит, что надо потому что там очень большой риск просто поймать непонятно что есть и какое-то, возможно, говорю, исключение но это, не знаю, это скорее будет чудо я буду очень рад, что оно существует при этом есть и современные места которые главным образом существуют онлайн то есть, тут мы говорим, что есть какие-то, наверное, физические компьютеры, школы по компьютерному рисованию где стоят планшеты, где стоят классные мониторы я их видел сам, но я про них не знаю то есть, я просто периодически где-то вот ты вот, я ездил в Новосибирск я помню, что там я заходил в класс в НГАХе, там, Новосибирск, архитектурно-строительный институт, университет в общем, туда заходишь, там прям класс и все рисуют компьютерную графику и у них там мониторы классные и все такое я такой, вау, круто но я не знаю даже, что это за место то есть, то ли это их факультет то ли это какая-то школа которая, типа, в этом же здании находится на базе ну и я про такие места просто не знаю и не знаю никого из художников кто вот учился и говорит я учился там то есть, был раньше Scream School такая вот место но тоже я про него о, пропало я про него ничего не знаю Scream, как крик по-английски они были в Москве ничего про них не знаю как бы, есть смешанные отзывы ну просто ключевое, что давно ничего не слышно поэтому ничего про них сказать не могу давайте сначала ну и все остальное это онлайн то есть, все остальное это вот ты, как бы, покупаешь курс он на какой-то платформе проходит в самых разных формах у кого-то есть сайт у кого-то есть какая-нибудь телеграм-группа, у кого-то есть контакт-группа тут, как бы, форму всех подбирают все формы плюс-минус подходящие для них кто-то там живые созвоны, да, делает разборы домашек кто-то присылает там видео, например, как я там делаю и так далее здесь мы сначала давайте так в целом скажем они, как правило, более адекватны в плане общения и современной реальности потому что здесь вот в классических местах там часто сидят художники и преподаватели, которые сами не работают то есть вот их вся, как бы, жизнь она построена на том, что они выучились на художника в этом университете и потом там же, как бы, остались преподавать и сами не участвуют как бы в конкурентной борьбе вот в этом всем в геймдеве и так далее поэтому у них формируется очень такая специфическая манера общения в онлайн-курсах тоже такое бывает но все-таки тут чаще встречаются я надеюсь, еще встречаются потому что это тоже проблема люди, которые сами работают которые современные которые, как бы, находятся вот в этой всей конкурентной среде и так далее ну и они более адекватны в общении они как-то более на волне вообще происходящего рассказывают и показывают современные инструменты и фишки даже иногда более того, чем нужно потому что вот здесь связан момент что часто на вот этих вот в современных местах очень быстро пораскакивают базу то есть если вот здесь вот база она есть а она часто очень сильно растянута то есть какое-нибудь, опять же построение форума может длиться просто два года ты можешь этот кубик строить здесь часто бывает такое что перспектива это вот у нас одна неделя то есть мы перспективу изучили за неделю и побежали уже на следующей неделе изучать светотень это другая крайность то есть это как бы слишком сокращено но опять же тут часто рассказывают про многие современные клевые технологии которые с одной стороны могут, что называется нивелировать вот проблему недобитой базы то есть ты если не знаешь построение формы если ты вот за неделю ее не освоил то ты можешь с помощью 3D-балванки эту как бы проблему закрыть с одной стороны то есть форму построить в 3D и вроде это вроде это и решает но с другой стороны не решает я как человек, который в индустрии я скажу, что не решает потому что в реальной индустрии ты в итоге должен и руками уметь строить и с помощью 3D уметь строить в итоге и то, и то надо поэтому это минус но это плюс в итоге вывод здесь это очень специфические места здесь вывод это очень хорошее овервью и начало то есть как бы здесь есть минус то, что голопа по Европам будет ну на многих курсах ты тут придешь ты как бы после курсов выйдешь такой блин, я все понял в целом но ничего там не могу сделать прям вот свое но очень хороший момент что ты хотя бы понял что к чему и на следующем курсе ты еще чуть глубже поймешь и еще чуть глубже поймешь то есть за неимением идеального места вот это это на мой взгляд очень хорошее решение здесь я приведу все-таки говорю чтобы не быть голословным какие-то имена сразу скажу опять же что я в этих школах у этих людей не учился но они находятся в моем вот инфополе то есть я опять же специально не делаю ресерч не вот сейчас я просто кофе налил с утра сел и написал вот те кто у меня вот рядом где-то есть про кого я что-то слышу но опять же читайте отзывы изучайте смотрите и так далее чтобы их найти вот этих всех ребят вам достаточно я думаю ввести в гугле вот название и там если вдруг сразу не найдется приписать там CG или обучение рисования если вдруг не найдете напишите мне я вам ну пришлю ссылку на кого-то онлайн 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 школы здесь я неправильно писал здесь надо вот там школы то есть это вот так вот и частные люди да то есть это более организованные какие-то крупные места это какие-то отдельные профессионалы да они делают какой-то свой вот курс ну я вот в том числе к этому отношусь то есть к этой категории Смирнов школа ну самая в России сейчас на русском пространстве на русскоязычном пространстве самая такая широкоизвестная школа очень много всего но к сожалению больше про это ничего не могу рассказать потому что не знаю какая там структура курсов система курсов но просто знаю что огромное количество людей через эту школу проходит ну и как бы вроде норм ну хорошо что проходит хорошо что существует эта школа 100% дальше New Art школа тоже уже достаточно старая очень широко известная школа мало знаю слышал хорошее вот так вот то есть скажу CG Lab такая же история мало знаю сам потому что не приходил но слышал хорошее 100% должна быть в списке вашего ресерча Pixel школа тоже хорошая все вот то есть вот этот список прямо школ русскоязычных которые 100% вам стоит посмотреть изучить посмотреть отзывы посмотреть что там за курсы какое больше что больше подходит что не подходит ну и плюс у них практически у всех есть какие-то свои группы блоги где они рассказывают это тоже может быть очень хорошим местом для понимания что вообще к чему и как дальше частные ребята Айжан не имею чести быть знакомым прямо близко лично но очень отчасти благодарен за то что много студентов от нее пришло ко мне на курс построения формы и очень эти люди хорошо отзываются о ее курсах по насколько я понимаю это цвет и рендер слышал много хороших отзывов единственное знаю что вроде сейчас не ведет но вот попросите может приведет вот тем или иным образом Эрдени Немаев мой хороший друг учился у меня на курсе построения формы потом стал профессионалом в геймдеве и широко ведет свои курсы тут там много разного сейчас то есть там есть и личный менторшип и по рендеру курс и по 3D основам рекомендую ознакомиться то есть сам не проходил но уверен что человек делает честно и хорошо и все все интересно Вера сейчас ошибусь с фамилией Величко или Величко скажу оба варианта Величко по-моему тоже рекомендую ознакомиться лично не имею чести быть знакомым слышал хорошие много людей были там обратите внимание в этот ряд тоже себя поставлю здесь я как бы не хочу себя ставить как-то полноценно потому что у меня сейчас готов курс только построение формы я им с ним бодался 5 лет подряд и этот курс он напрямую не является начинашковым то есть там есть люди которые точнее за это все время туда приходили люди которые вот прямо вот вчера начали рисовать и хотеть рисовать и так далее и залетали на этот курс большая вероятность что для вас он будет для таких людей он будет сильно тяжеловесным то есть он ну прям слишком серьезный как бы вы офигеете от этого подхода потому что как вот мы смотрели сверху я вот этот курс он про про вот это про рисование объемными формами это вторая второй шаг лучше сначала попроще чем-то позаниматься вот поэтому я очень надеюсь что я чуть возможно даже в ближайшем будущем сделаю какой-то курс как бы приквел вот этого верхнего курса там будет я буду уже вас ждать начинающих людей но сейчас можете обратить внимание но со всем со всей осторожностью вот и есть еще конечно зарубежные онлайн курсы ну оффлайн я не беру во внимание оффлайн школы потому что это ну для если вы живете где-то в русско-листном пространстве скорее всего это будет супер дико дорого я как бы у меня были идеи когда-то поехать в какую-то оффлайн школу если честно слава богу что не поехал потому что это было бы огромное количество денег а результат не уверен что был бы хороший но есть онлайн курсы зарубежные сейчас в современной реальности 24 год цены абсолютно неадекватные то есть я вам так скажу я свои первые курсы онлайн зарубежные брал в 2012 году там ну как бы не дешево но плюс-минус вообще здорово то есть было как-то все хорошо но сейчас я многие эти курсы знаю изнутри какие там сейчас цены на них стоят и сколько вы там получите вот эти ребята многие вам гораздо больше дадут это первый тут момент второй момент то что ну возможно у меня перенасыщение и так далее ну вот если в 2012 году я с большим восторгом смотрел на зарубежные онлайн курсы и в 2014 году я на них тоже смотрел с восторгом ну просто потому что отчасти тогда еще и русскоязычных не было особо то сейчас я скорее очень с негодованием иной раз смотрю потому что вот там есть школ много там у них очень красиво выглядящие курсы очень за большое количество денег но когда я вижу что там внутри преподается некоторые курсы я так или иначе могу там посмотреть да где-то где-то я могу просто на программу посмотреть на сайте я смотрю и думаю ну блин во-первых копипаст полный то есть и тут эти силуэты и тут эти силуэты опять ну вы их продаете просто за 2000 долларов ну короче очень странный вот с рубежом на английском языке я веду подход к преподаванию он какой-то он очень сильно копипастовый то есть одно и то же просто под разным соусом рассказывает в этом ключе мне вот больше и больше нравится именно вот русскоязычная подача я очень сильно извиняюсь если я кого-то сюда не включил я кого-то мог забыть достойного с кем возможно мы даже знакомы очень прошу прощения напишите мне как-нибудь дополню это видео потом где-нибудь вот но мне очень нравится русскоязычный подход потому что ну как наверное совсем то есть у нас был вот этот там железный занавес условно говоря СССРовский общий и мы в нем как бы варились сами железный занавес опять же это скорее не политический а скорее ну вот какой-то экономический что ли интернета не было то есть мы вот как-то на каких-то доходящих до нас пиратских дисках фотошопа учились и все такое и мы сформировали очень уникальное мышление мы сами формировались и поэтому у нас мозги начинают работать по-другому мы не просто пересказываем тому то что мы научились там в этом арт-центре калифорнийском а мы что-то вынуждены свое делать поэтому мне вот очень больше и больше нравятся собственно русскоязычные какие-то материалы возможно китайзычные мне тоже будут нравиться со временем не знаю я вот до них только пока дохожу но это чисто это мое наблюдение то есть тут тут все упирается отчасти в то что просто денег столько сейчас нету чтобы покупать зарубежные и не столько у них большая ценность заключение некоторое ну особенно в контексте вот этих всех школ в частности первое не бойтесь потратить деньги на курс то есть если у вас сейчас такой вот момент что у вас есть какие-то деньги вы хотите купить курс но вы боитесь что вот вы потратите эти свои там 20-30 тысяч 40 ну за 100 тысяч наверное не стоит какой-то курс покупать для начала как вот я дальше скажу что не стоит сразу долгие какие-то огромные курсы супер дорогие покупать то есть ну не надо это же самое как я не знаю первая машина покупать за миллиард долларов какой-нибудь не надо как у нас попроще купить нормально потом разберетесь вот такая же история если вы боитесь потратить какие-то свои 20 тысяч на курсы и ничего не получить ну скорее всего если вы прям купили курсы и ничего не получили то значит вы не сделали ресерч это не очень хорошо но если вы потратили деньги на курсы ведь с него вышли и у вас там нету портфолио готового И вы там что-то не поняли И вы такие, блин, я еще не стал профессиональным художником Я на 100% скажу, что так и будет То есть вы потратите эти деньги и на первый, и на второй, и на третий курс И вы не станете после этих курсов ни профессиональным художником И портфолио у вас, скорее всего, не будет Это нормально, это у всех так Я потратил огромное количество денег на курсы Часть из этих курсов я, возможно, бы вообще не тратил бы деньги на эти курсы Но это нормальная история То есть в любом деле, абсолютно в любом Особенно в таком серьезном, как владение новой профессией Ты будешь бодаться, ты будешь биться в какие-то углы И только потом ты будешь выправляться То есть не бойтесь этого особенно Это 100% случится, но чем лучше вы сделаете ресетч Тем больше вероятность, что вы потратите деньги И больше информации хорошей все-таки получите Второй важный момент Курсы не сразу впитываются мозгами То есть после любых курсов, вот любых курсов, которые вы пройдете Сразу после них вы, скорее всего, не овладеете этой инфой То есть эта инфа, она вас дойдет через год, через полгода, год, полтора года То есть ты любой курс прошел Вот у меня так всегда было Курс прошел, полгода прошел Ты такой, может быть, ты еще пересмотрел курс за это время Я такой, ага, вот зачем это надо было Ага, вот это зачем надо было Потом год прошел, такой, о, а потом через полтора года Ты такой, о, а это я вот здесь выучил И вот, оказывается, зачем это было нужно Поэтому имейте это в виду Если вдруг после каких-то курсов у вас будут какие-то такие вот эмоции Типа, да блин, я ничего не понял вообще, у меня ничего не получается И последний момент Это не ищите волшебный, самый лучший метод начать Это, ну, не самое частое, но бывает такое Ко мне тоже периодически люди такие появлялись Которые такие, блин, я вот, все То есть я очень серьезно настроен Я готов вложиться максимально Я вот знаю, что там про ты или вот это место Оно вот суперидеальное Я знаю, что, ну, вот я сделаю, грубо говоря Я сейчас единственный точный выстрел У меня все будет круто Не будет ни круто Никакого такого места нету Ни мой курс, ни какой другой курс Вам не даст готовые, подключить такое решение Чтобы стать крутым художником, кем угодно Иллюстратором и так далее Всегда будет вот ваш собственный набор То есть я вот сказал, что я вот все эти годы У меня там, если курс начну перечислять Который я проходил Там будет просто невероятный список какой-то У вас будет то же самое Чем дальше вы будете двигаться, тем будет больше то же самое Поэтому ни в коем случае не ищите идеальный способ какой-то Ну, сделайте research Найдите, у вас будет спектр хороших мест И вот начинайте его постепенно проходить И все у вас будет хорошо Вот, такое вот видео Вроде даже неплохо получилось Не то, чтобы оно получилось короткое Да, я хотел пятиминутное сделать Но, наверное, тема не такая маленькая Потом я на своем канале, наверное, буду некоторые темы разбирать более подробно Либо потом буду это все превращать в какую-то более короткую серию видео Я хочу сделать начинающий такой вводный курс по рисованию в программах Потому что вот у меня построение формы Там предполагается, что человек уже умеет рисовать в программах Курс, который я сейчас готовлю введение в рисование Там тоже уже как бы предполагается, что человек понимает программу Поэтому я хочу на YouTube сделать потом начинающий курс по рисованию в программах И туда же, наверное, вот как-то вот эту информацию в каком-то более организованном виде тоже поместить Но пока пусть будет вот такое видео Спасибо вам за внимание Надеюсь, это поможет вам, вашим друзьям Кому-то, у кого есть эти вопросы Если вам есть что дополнить, вы можете мне написать Если у вас есть что-то, что вы хотите, чтобы я еще раз сказал, вы можете мне написать Спасибо вам за внимание До свидания Увидимся Продолжение следует...